В гостях сегодня артист, цирковой артист. Это Анатолий Леднов. Ученик Юрия Никулина. Ой, какой вы у нас сегодня яркий и красивый. Доброе утро. Доброе утро. Разрешите начинать так каждое свое утро теперь. Скажите, пожалуйста, как вы вкоротаете часы, дни во время самоизоляции? Мы старались не выходить из образа, потому что я знаю, что положительные эмоции, они всегда помогают бороться с любым вирусом. Правильно я говорю, да? Безусловно. Обзор. Поэтому хорошее настроение – это всегда хорошо. Ну и, естественно, не забываю свой жанр. Жонглирую, хожу на руках. Обязательно физическая подготовка. Единственное, что у нас лошадки есть. Я люблю очень верхом ездить. Слушайте, а домашние? А дома? Как реагируют? У меня внучка ей два годика. Сейчас еще спит, поэтому я ей так громко говорю. И она пришла помогать. Но я дома не забываю жанрировать, что я вам советую. У вас очень сложная работа была. Это разрабатывается и вестибулярный аппарат, и зрение. Видите, да? Берете мячик и так спокойненько. Тин-тин-тин-тин. Не спеша. Потихонечку. Так, давайте тогда так и сделаем, Анатолий. Если уж на то пошло, давайте небольшой мастер-класс за 30 секунд, как научиться жанглировать не двумя, а тремя сразу же предметами. Какой-то есть секрет? Да, я надеюсь, здесь очень немножко неудобно, потому что мячики и экран. Берете дома, легкое, не берите, тяжеленькое. Потихонечку вот так и подбрасываете. Неделю подбрасываете одну, неделю просадим одну. Потом вторую неделю второй мячик. А потом переходите потихонечку и на третьего. А ты умеешь? Но еще удобно вот так. Видите, они летают. Видно, да? Да, видно. Вот, видно вам, а то это секрет закрывает. Вот так. И вот так. А с маткой работой это очень необходимо. И также с вашей работой, буду проходить к вам на мастер-класс, берете обыкновенную палочку, утяжелитель и баланс. Это вы на пальчики делаете, да? А? На пальчики это все, да, получается? На пальчики. Вот, смотрите, на экранчике не видно. Вот, я к вам приду на лебеде. Вот, видите, на пальчик поставил. Вот. И на пальчики держишь, на пальчики. Пожалуйста. Так же и с фокусами. Вот, когда вам скучно, берете обыкновенную бумажку, да? Салфеточку. Скручиваете ее. Не спеша. Вот так. Видно, да? Видно. Видно? Да. Вот так. Показали всем. Смотрите. Накрываете. Дуйте. Нет, нет. А вы раз, и с другой руки. Попробуйте. Я хочу научиться с деньгами так проделывать. Можно? Можно, пожалуйста. Анатолий, вопрос еще вот какой. Общаетесь ли вы сейчас, поддерживаете ли связь с коллегами по профессии, коллегами по жанру? Что они рассказывают, как в других регионах, как в других странах вообще протекает это все? Не вирус протекает, а как протекает домосидение и великолепное времяпрепровождение? Ну вот смотрите, артисты, цирк, они всегда из формы не выходят. Как и Медведь. Если Медведь посидел в клетке три дня без работы, ему уже слабенько, тяжело становиться. Артисты переезжали мы из Москвы в Владивосток семь суток. Так мы прыгали в тамбурах, джонглировали, ходили на руках. Что мы только не творили. А приехали, уже были в форме. Вот. Я звонил в Америку своему ученику Максимову, Роме. Ну, дючелее работает жонглёр. Громочка, как ты там? Ну вот, сидим без работы, то-то-то-то. Но я очень много внимания уделяю питанию. Питанию. То есть вы? Дорому образу жизни. Питьевой режим. Я ему рассказал про водичку талую, что это необходимо. Вот. Потом у меня студенты, многие работают по циркам, тоже звонили. Говорят, сидим без работы. Но мышцы требуют движения. Это я сейчас показать не могу. А так я сажусь по гатике, стою на голове, прыгаю, скачу. Вот. Ищу вам маленький мастер-класс. У вас же дети есть. Обыкновенная верёвочка. Вы даже улыбаетесь. Обыкновенная верёвочка. Берёте, завязываете узелочки. Прям-прям. 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 Три узелочки. Много не надо. И говорите, пусть плохое настроение. Настроение исчезнет на раз, два, три. Перед работой. Раз, два, три. И всё. Узелочки. И выбросили. Это я вам советую. Спасибо вам большое. Спасибо большое вам. Хорошего дня. Оставайтесь в таком же прекрасном настроении. Передаём искренний привет всей вашей большой семье. Скоро, надеемся, увидится уже на улице и на ваших представлениях, выступлениях. Спасибо большое.